Выкатывать того, чего нет, тяжко. Это так само свечит про, скажем так, реальный стан этого объединения. У оппозиции теперь нет, скажем так, доброго сценария. Беларусь входит в активную фазу подготовки к проведению единого дня голосования. Сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план и ряд постановлений, которые запускают работу. Пытания, которые сейчас задают люди в социальных сетках, и просто при встречах, это то, что в уголе теперь Лукашенко проводит эти выборы, которые практичного сенсу не имеют. Выборы в условиях жорсткой диктатуры, но это такой формальный ритуал, техничный акт, который на что не вплывает. Ну, тут некальки отказов. Найперш, выборы – это легитинность. Это способ, с допомогой якого улада доказывая и самой себе, и громадству, и замежным субъектам, чому она мае право керовать в этой краине. Это важно, это важно им лику для Лукашенки, потому что некий момент, скажем, некого кризиса, раптом, кали чоловые структуры адновятся, раптом подпарадковаться и будут задавать питание, а чому мы павинны выконвать загады вось гэтага человека, яки наватвыборы не проводим. Ну, и кроме того, традиция ясная. На старейшее поколение завсёды памятают, что в Советском Союзе завсёды были выборы, и они ходили на выборы. А як же цепер без выборов? Ну, и до того ж во всім свете выборы, и на Усходзе, и на Заходзе, и вось и в России наватвыборы, тому адмова адвыбару была б незразумелая у тым лику самим прыхильникам Александра Лукашенки и номенклатуры. А что тычится оппазиции? Я думаю, что у оппазиции цепер нема, скажем так, доброго сценару. Любый сценар, яки б яны не пропановали, скажем так, мякка не пераканауч. А то, что лидеры демократичного руху, та ир Светлана Цихановская, каже, что гэта выборы Лукашенковские, мы у их не удельничаем. Гэта не зусим байкот, потому что байкот можно было парганезаваць, калі б былі выборы, то байкотаваць можна тое, што реально існуе. Байкотаваць таго, чаго нема, тяжка. Тому, як бы, установка такая, мы у выборах не удельничаем, але з улікам таго, што великая колькасть людей будуть силой загнаные на выборчай участки, як гэта в Беларусі робіцца, ўсім добра вядома, добраохотно-промусовый приход на выборы, тым больше, что 5 дзен до термінного галасавання, і я думаю, што у працонных коллектывах, особливо бюджетных, начальники будуть вельми моцна правяраць, хто прагаласавав, хто не прагаласавав. У такім выпадку опозиція заклікає людей, которые будуть вымушені прийти на выборчий участок, прагаласаваць сопрати ўсіх. На этой сесії Савета коллективной безопасности мы традиціонна падводзім ітоги всього того, што зделана не толька коллективна нами, но і аддельна, на двусторонній основі, в том числе членами Савета коллективной безопасности. ОДКБ – гэта военно-політичны саюз. Гэта форма, з допамога якога Расія спрабуе імкнецца контралюваць постсавецкі дзержавы. Гэта не аддіная форма, ёсць Євразійський экономічны саюз, ёсць ўрешць-решць СНД, і вось ўсць гэтыя організація, іниціюя, і фарміруя, і контралюя мінавіта Расія. Сам факт існавання ОДКБ павінян ўвесь час падсвержацца. І вось такія саміты, падписанні некіх документів декларатывных, гэта падсвержання таго, што арганізація існує. Адмэтнаць гэтага саміту была ў тым, што Беларусь з'являлася старшынёй гэтыя організація вось гэтым годам. Ну, якбы гэты саміт падводзіў вынікі беларускага старшынства. І тут цікава вось, што на мінулым саміці, які якраз адбываўся ў Ярывані, Лукашэнка, які казаў пра ты задачі, які аставіць Беларусь, пачынаючу сваю старшынства, гэта павышэння згуртаванасці гэтага саюзу, консалідація яго і так далі. Ну, і вось тепер падводзіў вынікі, Лукашэнка кажа, што гэтыя задачі выкананы, мы павышэлі згуртаванасць. В основі беларускага працедацтва ляжаў дзівіз чэрыс солідарнаць к сатруднішству, к миру і безапаснаці. Будзім едины мы, будзіць сильнея наша організація. Але адсутнаць Арміні, фактична байкот з боку Арміні гэтага саміту, якбы вельмі яскрава свечыць, што якраз надварот згуртаванасць стала шмат меншы, чым год таму. Арміні не задаволіна пазіція саюзнікаў па карабахскаму пытанню, па конфлікту Арміні с Азербайджанам, фактична ладзіць такі дэмарш падмавляецца ўдзельнічыць ў тых інтеграційных аб'ятнання, штаўту СНД і ДКБ, які стварыла Расія. Ну і ешчэ варта нагадаць, што вось адзін з чальцоў ОДКБ Расія ведзе вайну. Ужо другі год, прычім тяжкую вайну, аднак саюзнікаў па ваенна-палітычному блоку Расію патрымала толькі адна Беларусь, іншыя чатыры краіны не падтрымалі Расію навад на ўзровні риторыкі, на ўзровні палітычным, на ўзровні некіх заяваў. Гэта так сама свечаць пра, скажым так, реальны стан гэтага аб'яднання, гэтага блоку, бо праблема шо адакабеў чым. Гэта організація аб'ядновая краіны вельмі розным, скажым, геопалітычным становіщам, географічным становіщам, розными інтерэсамі, розными адчуваннямі пагрозы, безпекі і так далей. Ну, напрыклад, якія агульныя пагрозы безпекі існуюць, скажым, у Кыргызстана, Арміні і Беларусь. Да ніяких. Іх аб'ядновая, мінавіта, лаяльнаць да Расіі. Тому вось, в такім невельмі добрым стане і падышоў у ДКБ да гэтага саміту.